Всех приветствую на моем канале. В сети появились первые изображения обновленного Kia Rio 2020 модельного года. Автомобиль получит существенные изменения в экстерьере, а также небольшие в интерьере. Дизайн кузова рестайлингового Rio будет решен в стиле последних моделей Kia, таких как новая Optima. Большинство наружных кузовных панелей, за исключением дверей и крыши, будут заменены на новые. В целом такая модернизация куда ближе к смене поколения, чем к простому рестайлингу. Машина получит новые передние крылья, капот, бампер, оптику, решетку радиатора. Сзади появятся новые крылья, фонари, крышка багажника и бампер. Внешний облик автомобиля станет более современным, динамичным и в то же время лаконичным. Текущая Rio обладает несколько спорным дизайном. Некоторые элементы автомобиля не очень хорошо сочетаются друг с другом. Машина выглядит несколько замыленной. У рестайлингового Rio такая проблема будет полностью решена. Автомобиль получит полностью светодиодную переднюю и заднюю оптику. Причем, судя по форме передних фар и фонарей, она будет уже в базе. Так как расположить обычные лампочки в фарах и фонарях подобной формы достаточно проблематично. Противотуманки исчезнут с переднего бампера и отныне будут встроены в блок фару. Благодаря решетке радиатора, расположенной практически вертикально, в стиле старых моделей BMW и Mitsubishi, облик новой Kia Rio получится самым динамичным среди конкурентов. В целом, я бы даже сказал, что это будет самая красивая машина в классе. Сзади спортивный облик Rio будет подчеркиваться узкими горизонтальными фонарями со светодиодной перемычкой между ними, а также имитацией диффузора в заднем бампере. Благодаря бамперам иной формы, несколько увеличится габаритная длина автомобиля. Среди небольших изменений стоит отметить появление колесных дисков нового дизайна. В салоне изменения куда скромнее. На автомобиле поменяется дизайн центральной консоли. Экран мультимедийной системы переедет из ее центра наверх и приобретет форму планшета по современной моде. В плане техники изменений и вовсе не предвидится. Рестайлинговая Kia Rio продолжит выпускаться со старыми моторами объемом 1,4 литра мощностью 100 л.с. и 1,6 литра мощностью 123 л.с. Оба двигателя будут сочетаться как с шестиступенчатой механикой, так и с шестиступенчатым автоматом с гидротрансформатором. Эти агрегаты стоит признать весьма удачными. Двигатели достаточно надежные, производительные и в то же время тихие. По сравнению с конкурирующими двигателями от Volkswagen, они не потребляют масла, работают тише и выдают большую мощность. То же самое касается и коробок. Корейский автомат, в отличие от того же Aisin, который ставится на конкурирующий пол, не издает характерного троллейбусного воя, а механика не подбывает на первой-второй передаче. В данный момент Kia Rio занимает второе место по продаже в классе, следом за Lada Vest. Рестайлинг поможет ей удержать свои позиции. Превзойти же по продажам Vest, скорее всего, уже не получится. Все-таки последняя стоит значительно дешевле. Да к тому же получила полноценную автоматическую трансмиссию в виде вариатора. Среди недостатков Rio стоит отметить, повышенный интерес к автомобилю со стороны угонщиков, а значит более дорогая каска. Но последняя вытекает из плюсов машины. В продаже обновленный Rio должен появиться в третьем квартале этого года, параллельно с обновленным Solaris. Вместе они будут локализованы на заводе Hyundai Kia под Санкт-Петербургом. Автомобили станут ответом на обновленные Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Новый Rapid был представлен в конце прошлого года, а обновленный Polo будет представлен также в третьем квартале текущего года. С обновлением цена на Rio несколько подрастет. В базовой комплектации ориентировочно на 30 тысяч рублей, в дорогих на 60. Автомобиль будет начинаться от 820 тысяч рублей в базовой комплектации с мотором 1.4 и механической коробкой передач. За максимальную комплектацию с мотором 1.6 и автоматом придется отдать 1 миллион 130 тысяч рублей. Параллельно с седаном выйдет и обновленный кроссовероподобный хэтчбэк Kia Rio X-Line. На этом у меня сегодня все. Прошу вас поддержать меня, поставив этому видео лайк, а также подписавшись на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей автопрома. Только ваша поддержка позволяет мне уделять время созданию подобного контента. Огромное вам спасибо за просмотр, удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok